И объединение телевизионных компаний представляют. Утром частный детектив Лукин направлялся в офис детективного агентства. Какой муж? Вы с ума сошли? Он умер одиннадцать лет назад. Где мой ребенок? Значит так, позвонили с телефона Ивана. Сказали, что это папа и что ваш сын заболел. А вы голос, голос Ивана самого слышали? Нет. Но вы же раньше говорили, что на родительское собрание вместо вас может беречь и отч. Недоступен, Галина Степановна. Уже нет давно никакого отчима. Значит так, мне что же у вас теперь у всех? Паспорт что ли спрашивать? Ой, вызывайте. Скорую? На полицию вызывайте! Сейчас? Сейчас! Да что ж это такое? Извините. Может я смогу вам как-то помочь? Если вы только начальник розыскного отдела. Не совсем так, но кое-что могу. Да, пожалуйста. Моего сына украли. Так. Вот. Вот водичка. Вот лекарства. Какая забота. Вы бы лучше так о детях заботились. А я, между прочим, о них заботилась. И все дети, кто пришел на экскурсию, все уехали в автобусе, кроме вашего сына. Мне что же, по-вашему, нужно было остановить автобус и начать расследование, так что ли? Автобус когда уехал? Минут сорок назад. Вот как раз перед самым отходом автобуса раздался звонок. Позвонили с телефона Ивана. И мужской голос сказал, что он не переедет. Простите, вас как зовут? Люся. Людмила Снегирева. Вот что, давайте поступим следующим образом. Сейчас пойдем в следственный комитет. Вы напишите заявление. Потом к вам домой. Я смотрю вещи сына. Может, какая-то зацепка найдется. Пойдемте. Спасибо. Одну секундочку. Алло, Данила, ты где? Нет-нет, поезжай ко мне. Адрес. Парковая, 7. Квартира, 17. Парковая, 7. Квартира, 17. Давай, садитесь. Обычно я его сама до школы провожаю. А в этот день я на работу пошла. И поэтому Иван сам пошел в школу. Провожайте? А сколько ему лет? Скоро 13. Ну, вы понимаете, он у меня очень домашний мальчик. У него астма. Ему помощь моя нужна. Итак, вы обнаружили, что ваш сын сегодня утром забыл дома ингалятор. Да, я испугалась. Я стала звонить ему на телефон. А телефон не отвечает. Ну, я тогда стала звонить Галине Степановне. И Галина Степановна мне сказала, что он на сбор это не пришел. То есть вы считаете, что вашего ребенка удерживает отчим? Ну, конечно же и он, скотина. Кирилл Буранов. Это не отчим он, а так, сожитель. А он, знаете, мне позвонил позавчера. И говорит, что-то стал бормотать, что вроде такими мужиками, как он, не разбрасываются, что он какой-то большой сюрприз приготовил. Вот. Вот приготовил. Может, они просто вместе гуляют. Ну, может, в этом как раз и заключается сюрприз. Кирилл хочет с вами возобновить отношения. Решил действовать через сына. Может, они в кинотеатре сидят. Да не может этого быть. Не может этого быть. Они ненавидели друг друга. И потом я не поверю, чтобы Иван мог так просто взять и пойти в кино с этим трудным. Ну, хорошо. Хорошо, Людмила. С момента исчезновения ребенка прошло совсем мало времени. Никто не звонил, никакие требования не предъявлял. Я, конечно, все проверю, отработаем все версии. Да как найти этого вашего, извиняюсь, сожителя? Не знаю. А до меня он в общаге жил. А фотографии его у вас есть? Ну, конечно. Да. Удалю этого урода. Подождите удалять. Сначала отправим ее моей помощнице. Одну секунду. Алло, Ань. Тебе тут работка будет. Я тебе сейчас скину фото и адрес Кирилла Буранова. Нужно будет съездить по этому адресу и все там разузнать. Вы не смотрели? Вещи, Ваня, все на месте. Из дома ничего не пропало? Да. Да не знаю. Нет, вроде бы. А ваш сын пользуется только этим компьютером? Да как же есть. Ноутбук. Маленький, такой, быстрый. Где он? Да вот, должен быть на столе. Ой, нету. И тут тоже нет. Так, может быть, он на экскурсию его забрал. Скажите, а телефон у Вани тоже какой-нибудь навороченный? Ну, конечно, один из последних. Ну, выпросил неделю назад. Так, а документы на телефон где? Да должны быть. А я посмотрю сейчас гостиной, у меня в секретерии. Может быть. Сейчас заглянем. Перепишем идентификационный номер, перешлем следователю. Даже если с этого телефона будет звонок, пусть даже с другой сим-карты. Мы узнаем, откуда. Окей. Я была в общежитии у Буранова. Его сейчас в данный момент нету, но мне сказали, что вчера он заезжал за личными вещами. И его ждала какая-то женщина на красной машине. Марку сосед не запомнил, но сказал, что машина была похожа на маленькую букашку. Значит, ты говоришь, машина красная, как букашка. Как вы сказали? Как букашка. Да, у Ольки моей такая машина. Она ее божья коровка называет. Так, секунду. Кто такая Ольга? А Ольга, это же моя парикмахерша. У меня же салон красоты. Ну, она мне позвонила утром, сказала, что приболела. И попросила меня открыть парикмахерскую. Так я, собственно говоря, же из-за этого не пошла в школу и не смогла проводить лапусика. А Ольга с Кириллом знакомы? Да, они виделись в салоне, но он ей не нравился никогда. Я тебе перезвоню. Скажите, у вас с Ольгой какие отношения? Ну, какие, да. Ну, вы понимаете, мы просто мастерами были вместе. Простыми мастерами. Но так получилось, что я открыла салон. Ну, в общем, поссорились мы с ней. Оль, это что, вся выручка за весь день? Да, а что? Ну, ты что, издевайся, что ли? Сколько ты себе прикарманила? Значит, когда мы раньше себе деньги брали, это называлось чаевые. А теперь так прикарманила, быстро ты себя хозяйкой положения почувствовала. Оль, ну ты чего? Ты же знаешь, что мне надо кредит закрывать. Верни деньги. На, подавись. Имей в виду, что я ищу себе другую работу, и через неделю меня здесь уже не будет. Понятно? Да не заплачу. Оль, нашлась тут стилист ведущий. Обыкновенная парикмахерша. Понятно? На твой потолок, на призывном пункте затылки брить. Знаешь что? Так вот, когда мне Ольга позвонила, я поехала вместо нее открывать парикмахерскую. Ну, да ну нет, не могла же она ребенка украсть. Да что? Да нет, конечно. Это просто так, версия. Они с Кириллом все в кинотеатре и попкорн лопают. Вы документы на телефон ищите. Да, я пойду еще в одном, в другом месте посмотрю. Угу. Да, мне кажется, Ольга завидует. А зависть – это плохое чувство. Чем не мотив? Ну что это такое? Ну не могу я найти эти документы на мобильник, лопусика. Ну везде посмотрела. Кого? Лопусика. Да сына моего, я его дома так называю. Парню скоро тринадцать, а его лопусиком до сих пор дразнят. Ладно, я встречусь с Анной, потом поедем в салон, посмотрим на эту Ольгу. А вы мне, если что, звоните. Ищите документы и звоните. Хорошо. Да, хорошо. У Людмилы Снегиревой пропал сын Иван, который не явился на экскурсию класса. Она решила, что в пропаже виновен ее бывший сожитель Кирилл Буранов, которого Людмила выгнала из дома. Также детективы решили установить слежку за коллегой Людмилой Ольгой. Вы думаете, она причастна к исчезновению мальчика? Не знаю, ну странно это как-то. Мне кажется, женщины так не мстят, ну топорно что ли. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Да, Людмила, понял, спасибо. Ольга сейчас в салоне. А что, если мальчик просто сбежал? Ну устал от маминой опеки, вот и решил смыться из дома. Да я тоже сначала так подумал, только не похоже это на побег. Иван ушел из дома и не взял никаких вещей, только ноутбук и телефон. Вот как раз ингалятор он должен был взять в первую очередь. Ну я пошла в кои-то веки. Посреди рабочего дня я себе модную прическу сделаю. Да еще и за счет заведения. Иди работай. С удовольствием. Снайпера-живодера, который ранил уже не одно домашнее животное, ищут в Ставрополе. Четвероногие любимцы сразу в нескольких семьях стали чувствовать себя плохо. И лишь на рентгене стала точно видна причина. Пули, выпущенные из пневматической винтовки. Хозяева котов настаивают на привлечении стрелка к уголовной ответственности. Да, Кирюш, я понимаю, что это опасно. Но я обещаю тебе, что буду очень аккуратно. Давай, жду и скорее, пока здесь никого нет. Подожди, кажется, кто-то пришел, перезвоню. Добрый день. Чем могу вам помочь? Здравствуйте. Я бы хотела сделать укладку. Я прошу прощения, но знаете, я немножко занята. Надо было записаться. Ой, как жалко. Вы знаете, мне рекомендовали именно вас, как хорошего мастера. Я была бы вам очень признательна. Ну, хорошо, проходите, пожалуйста. Спасибо. А вы, наверное, хотите немножко подкраситься? Нет, нет, вы знаете, я бы хотела что-нибудь для объема. Вот и чудненько. А кофеек у вас клиентам не предлагают? А вы знаете, мы, к сожалению, очень недавно открылись и еще не обзавелись кофеваркой. Ну, хотя бы воды. Без газа. Ну, воды можно. Будьте так любезны, а то что-то душно у вас. Вот. Держите. Спасибо. А клиентов у вас что-то не пусто? Ну, я же говорю, мы недавно открылись, и хозяйка экономит на рекламе. Да, Данил, что там у тебя? Игорь Петрович, я нашел документы на телефон Ивана. А, хорошо. Идентификационный номер телефона отправь следователю смс-кой. Он в курсе, он поймет. Телефон ты знаешь. Игорь Петрович уже около часа находился около салона красоты. Ну, как ты? А что, не видно, откуда у нее только руки растут? Да я не об этом. А, да, был у Ольги телефонный разговор с Кириллом. Они, конечно, что-то замышляют, но вот только что я так и не поняла. Ну, ты это, ты себя в порядок-то как-то приведи. А, кстати говоря, он скоро должен подъехать. О, так он уже там. Что-то заболтались, мы с тобой просмотрели его. Давай. Ну, никого. А с каких пор ты стал такой пугливой? Ты же сам меня на это подбивал. Ну, дело подбивать, а делать. Осторожно, перчатки возьми, прольется ожоги будет. Забыла. Смотрите-ка, из одного флакона что-то переливают в другой. Ну, флакон флаконом, но, мне кажется, ребенка в салоне нету. И вообще их что-то другое интересует. Ну, ладно, дверцу отработать нам надо, так что пошли. Ай! Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Лукин, частный детектив. Ага, вы тоже подстричься хотите. А я думала, вас девушка отговорила. Нет уж, стричься у вас ни за что. А задать пару вопросов с удовольствием. Где Иван Снегирев? Нифига себе вопросик. А с какой-то радостью это вы у нас спрашиваете? Иван пропал. А его учительница? Был звонок от имени отчима Ивана. Между прочим, как бы от вашего имени. Кирилл, вы где были утром? Я... Не отвечай. Вы вообще не имеете права задавать нам вопросы. И мне кажется, гражданин детектив, что вы очень торопитесь. И если стричься не желаете, то мы вас не задерживаем. Игорь Петрович, смотрите. Вот это флакон концентрированной кислоты для химической завивки. Только он пустой. А вся кислота находится вот в этом флаконе, готовом к применению. То есть, если другой мастер будет работать с этим флаконом, просто-напросто сожжет клиенту волосы. Совершенно верно. Что вы шаритесь, где вам не нужно. И суете свой нос не в свои дела. По-видимому, Ольга, вам очень хочется, чтобы об этом салоне пошла дурная слава. Ну что ж, я вас уверяю. Опытный адвокат составит такой иск, что вы... Давай бы расскажем. Ведь о людке настучат, хуже будет. Я сегодня ночевал у Ольги. И в 10.30 мы вместе выходили из ее подъезда. Консьержка может подтвердить. А мы проверим. Вы адрес напишите. А мы все равно все расскажем и даже покажем кое-что. Пусть она сама решает, что с вами делать. Только вот это вот заберем. Спасибо. Я думаю, они не врут. Но на всякий случай съезди. Поговори с этой консьержкой. Хорошо. О, из следственного комитета. Да, Сергей Михайлович, приветствую. Здоровались уже. Был совершен звонок с телефона Снегирева. Симка зарегистрирована на имя некой Инны Долгиновой, 98-го года рождения. Адрес выслал СМС-кой. Спасибо. Давайте подброшу. Детектив приехал по адресу Инны Долгиновой, владельцы сим-карты, активизированные с мобильного телефона пропавшего Ивана Снегирева. Здравствуйте. Я частный детектив. Моя фамилия Лукин. Я хотел бы поговорить с Инной Долгиновой. А ее нет дома. А мне кажется, она дома. Ну, хорошо. Вы ей передайте, что я вечером зайду. И скажите, что я с ее родителями тоже хочу поговорить. А, ну, хорошо. Это я. А что вам нужно? Дело в том, что полчаса назад с телефона Вани Снегирева был сделан звонок. И знаешь, в чем загвоздка? Телефон-то Вани, а сим-карта оформлена твоей имя. Как ты это объяснишь? А, я не знаю никакого Вани Снегирева. Так, так, подожди. Как тогда его телефон у тебя оказался? Нашла. Ты нам не понимаешь всей серьезности? Мальчик пропал. Возбуждено уголовное дело. Я же говорю, нашла. Хорошо. А где тогда сим-карта из его телефона? Выбросила. Отлично. Пойдем, покажешь, где. Ты, пожалуйста, секунду. Ты телефон захвати. Ну, ну, вот где-то здесь и бросила. Ищи. Я. А кто, я что ли? Давай, давай, давай. Ну, как я найду такую маленькую симку? А я не знаю. Да нет, впрочем, я знаю. Сейчас позвоню кинологам, они приедут с собаками и быстренько найдут. А что, если не найдут? Тогда что? Если не найдут, это значит, что телефон-то украла, а сим-карту спустила унитаз. Ну, 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 какой я, блин, украла? Ну, ну, хорошо. Мне его подарили. О, кто и когда? Илья Волков. Сегодня утром. Пришел, принес телефон. Кто такой Илья Волков? Друг мой. Ну, и где его найти? Я не знаю. Ну, наверное, у супермаркета на работе. Ну, иди, показывай. У Людмилы Снегиревой пропал сын Иван. Из вещей у него были с собой только телефон и ноутбук. Телефонный аппарат Ивана обнаружили у некой Инны, которая, сначала скрывая правду, все-таки рассказала, что его ей подарил парень Илья. Ну, и где он? А, ну, вот Илья. Пошли. Илья? Ну, допустим, Илья, и что? Частный детектив Лукин Игорь Петрович. Скажи мне, как у тебя оказался телефон Ивана Снегирева? Ну, так он мне его продал. И ноутбук тоже? Тьф, дядь, ты че, какой ноутбук? Глаза не видел никакого ноутбука. Хорошо, зайдем с другой стороны. Лет тебе сколько? Ну, восемнадцать еще. Восемнадцать. А дорогие подарки четырнадцатилетней девушке ты даришь потому, что... Ты на что намекаешь? Родители в курсе, что вы... Стоп. Давайте мы сюда родителей впутывать не будем. Вчера вечером позвонил мне этот Шкет. Я ему как-то программу на комп ставил, подрабатывал. Сказал он, что ему срочно нужны деньги. Сказал, что продает телефон. Ну, я взял. Почему нет? Почему я тебе должен верить? А, так у меня расписка есть. Вот, смотрите. Он же малолетка, решил подстраховаться. Вот. Я через месяц в армию ухожу. Вот. Решил Инке подарок сделать. Сначала телефон бы подарил, потом комп. Пусть зажидается меня. Они по клубам тусят. Ладно, давай быстро домой, ноутбук сюда тащи. А вы за меня листовки праздавайте. Может, и в армии за тебя послужить? Ладно, могу это бросить до дома, чтобы дело быстрее пошло. Вперед в машину. Давай, 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 давай. Иду, иду, иду. Назад садись. Дань, что там у тебя? Понятно. Значит, Ольга и Кирилл всю ночь и утро были вместе. Хорошо. Жди меня, я за тобой заеду, поедем к клиентке. Детектив Лукин забрал у Ильи ноутбук Ивана, чтобы посмотреть сайты, на которые заходил пропавший юноша. Зачем ему деньги понадобились? Ведь он получил довольно крупную сумму. И ушел куда-то. Так, достаточно серьезно интересовался своей болезнью. Астмой? Да, он много проводил времени на сайтах по медицине. Так, и вот, смотрите еще. Любопытно. Ладно, пойду к клиентке, узнаю, что она может пояснить по этому вопросу. Вот его вещи. Слава Богу. А где же вы их нашли? Ну, он их продал. Продал? Зачем продал? Ну, вот как раз об этом-то я и хотел с вами поговорить. Скажите, Людмила, у вашего сына много друзей? Ну, да, одноклассники. Ну, с одноклассниками он в школе видится каждый день по необходимости. Я говорю о настоящих друзьях. А, ну, он общался с соседским мальчиком. Я его туда отводила. Отводила. Так вот, все это он продал только для того, чтобы купить себе собаку. Собаку? Ну, у него же астма. Ну, у него же астма. Надо же его что-то... Да вы присядьте. Вы успокойтесь. Присядьте. Мы уже делаем. Мы обзваниваем заводчиков этих самых пород, так что мы его найдем обязательно. Да нет, пока вы будете обзванивать этих заводчиков, он задохнется и... Данила, спускайся вниз, там в машине Анна, подключайся к обзвану, и как только выйти на след, сразу меня в машину заводите. Господи, сдалась ему эта собака. По адресу, куда приехал детектив, Ивана не было. Я отвратительная мать. А вы знаете, вот у моих знакомых есть дочь. И у нее раньше тоже была астма, а потом они купили собаку, ну, правильную собаку, и все прошло. Да при чем тут ваша дочь? Да. Игорь Петрович, ну что там у вас, ничего? Да пусто. А мы нашли женщину, с которой Егор созванивался по поводу собаки. Они договорились встретиться в шесть. Так, адрес она назвала? Да, она уже едет домой. Да вот он живет! Вот он, вот он! Лапусик! Мам! Лапусик! Да что же это такое? Лапусик! Как ты? Что, с тобой все в порядке? Надо садись. На, дыши. Мам, со мной все хорошо. Да, напугал-то, а? А это что такое? Убери эту гадость! Мам, это не гадость. А я не лапусик. Вот теперь он будет лапусиком. Ну тебе же нельзя. У тебя же астма. Когда у меня был последний приступ? Ну не помню. Ну не важно. Важно, мама, очень важно. У меня уже давно нету никакой астмы. Это все твои страхи. И я без него никуда не пойду. Как не пойду? Людмила, ваш сын проделал такой большой путь, чтобы найти себе друга. Ну и доказать вам, что не такой уж он беспомощный, каким вы его считали. Блин, если б я не забыл ингалятор дома, ты бы даже и не догадалась, что я не поехала на экскурсию. Я бы просто принес лапутика домой и все. А вот этот прокол стоил твоей маме больших нервов. Прости, мая. Я не хотела тебя пугать. Ну может действительно, стоит дать ему побольше свободы. Ну чтобы он почувствовал себя самостоятельно. Мам, у лапусика жарсть не аллергенная. Ну, не знаю. Ну давай попробуем. Но если что... Да все будет в порядке. Алло. Ну все, отбой. Да, нашли мы лапусика. Даже двух. Людмила приняла нового друга сына. И теперь в их доме лапусиком называют только собаку. Ольга уволилась из салона красоты. Кирилл Буранов уехал из города на заработки. Продолжение следует... Продолжение следует...